Вот. Так что такая будет у нас сегодня очень, да, и самый быстрый путь для активации кода денег на ваших руках. Вот. Так что сегодня у нас будет тема интереснейшая. Вы знаете, я хотела вообще листок с ручкой, да, конечно, приготовьте, и воду за ним приготовьте тоже. Вода будет заряжаться энергией надежды и вообще нашей общей энергией. Я хотела, да, вообще узнать, интересно, сколько, поставьте троечки, кто у нас тут целители есть, или консультанты, или вообще, кто работает с людьми и зарабатывает деньги, оказывает какие-то любые услуги. Вот. А вот видите, много. Я же говорила, еще некоторые поленятся или постесняются поставить троечку. Замечательно. Я буду отключаться, вы еще пока можете поставить потом пятерочки, у кого проблемы с тем, чтобы брать денег, деньги. Я сама подсказываю, проработала, тем не менее, проблемы до конца, но 100% не из желающих. Вот могу тоже поставить пятерочку. Ну хорошо, друзья, уступаю слово Надежде. Надежда, с удовольствием будем вас слушать. Окей. Так что, спасибо. Спасибо. Спасибо за представление. И почему, Галина объяснила, почему я выбрала эту тему. Потому что тема денег, неважно, вот я смотрю очень много ответов, что людям тяжело брать деньги, и они хотят этому научиться. Но я уверена, даже если вы еще не занимаетесь зрительской деятельностью, а просто начинаете или даже думаете об этом, у вас иногда возникает глубоко внутри сомнения и вопрос. А как же я буду деньги брать? Кто же мне даст деньги? Это же как-то неудобно, и прочее, и прочее, и прочее. И вот те темы у нас, у меня вообще очень много информации по поводу денег. Я очень люблю эту тему, но сегодня поэтому я прошу вас активно участвовать. Потому что когда вы будете активно участвовать, поскольку вы уже здесь, и вы тратите свое драгоценное время, я хочу, чтобы вы получили как можно больше от этого. И для того, чтобы как можно больше получить, чем когда вы будете отвечать на вопросы, когда вы будете делать упражнения, мы сегодня проведем несколько упражнений, для того, чтобы вы уже получили результат. Вы можете заряжать воду, потому что та энергия, которая исходит и от меня, и от вас, понимаете, мы сразу создаем необыкновенное поле. Поле любви, уважения, поле процветания. Поэтому ваша вода будет заряжаться, и в конце вы просто можете ее выпить на здоровье и получить эту энергию. Так что все, что здесь я обещала, я вам отвечу. И кроме этого, я вам дам для тех, кто сегодня присутствует на этой конференции, я вам приготовила еще дополнительный подарок. То есть все, кто сегодня присутствует, вы получите дополнительную медитацию, необыкновенную медитацию, которая у меня путешествует, до сих пор путешествует по всему миру. И она настроена на то, чтобы растворять блоки деньгами. Эта медитация очень-очень мощная, не очень длинная, так что вы сможете ей пользоваться. И я вам ее даю как дополнительный подарок с огромной любовью и с желанием помочь вам. А сейчас давайте начнем, приступим к первому вопросу. Какой же самый первый шаг? Потому что тема денег, тема денег вы сами знаете, наверное, что эта тема какая-то неудобственная. Понимаете? Нам неудобно говорить про деньги. Почему-то как бы слова застревают в горле. Все вопросы с деньгами, они окружены каким-то таинством и какой-то энергией. И очень часто мы не знаем. Это, знаете, одно из темных пятен, которые у нас есть. Кто-нибудь со мной согласен? Кто-нибудь испытывает вот это вот, что когда я захожу в тему денег, у меня включается, как будто меня подменили. Как будто в меня что-то подселилось. Как будто у меня горло перехватывает. У кого-то есть вот такие энергии, ну-ка напишите, пожалуйста, кто-нибудь испытывает. Потому что я, мои дорогие, тоже там была. Не то, что я такая прямо идеальная, и все у меня всегда было прекрасно. Вы понимаете, я вообще человек очень энергичный, вы уже, наверное, заметили. Я не боюсь ничего. Но у меня как будто подменяли меня, понимаете? Как будто я, что-то в меня входило, и я не могла быть собой. Вы понимаете? И все сжимается. Правильно, правильно, Ирина, сжимается. Неудобно говорить, Верочка, про деньги. Вам неудобно назначить сумму. Вы не знаете, какую сумму. Страх появляется, а вдруг люди перестанут меня любить. Вы понимаете? Это все нормально. Первое, что давайте примем все. Каждый из вас. Каждый. Каждый. Что вы идеальны. Это очень важно для вас понять. То, что у вас происходит по отношению к деньгам, это нормально. Это не патология. Это не какое-то качество, что что-то с вами неправильно. Все с вами правильно. Это нормально. Мы все через это проходили. И поэтому я и пришла к вам, прилетела на крыльях любви, чтобы вам рассказать и помочь. У нас не один джентльмен, у нас тут несколько джентльменов, Вера. Так что мы сегодня процветаем. Страх, стыд. Вот, пожалуйста. Так. Вы, наверное, слышали такие темы? Когда в быту мы встречаемся с темой денег, это как бы, посмотри, посмотри, какая она, как много денег она берет, какая она жадная. Вы встречали такое выражение? Как она дорого берет, она жадная. Или деньги – это плохо. Я помню, много лет назад, я еще была в Москве, у меня одна знакомая говорила, деньги портят человека. Если человеку дать много денег, у него начинаются проблемы. Вы встречали с этим? Встречали, что деньги имеют плохую энергию? Что деньги не растут на деревьях? Бог накажет. Вот правильно. И стыд, и страх. И все это окружено какой-то мистикой. И эта мистика, она не, знаете, бывает хорошая мистика, бывает какая-то... Нехорошая, и какая-то нам неудобно туда заходить. Так вот, деньги почему-то, почему-то окружены вот такой мистикой, что это что-то неприятное. И поэтому, поскольку мы на эту тему с вами будем говорить, эта тема очень щаспетильная. Так что я хочу, чтобы вы честно, как говорится, признавались. И когда вы откроетесь, потому что, во-первых, я одна перед вами, как говорится, открываюсь полностью. И мне очень важно, чтобы вы тоже открылись. Даже не мне, а себе. Потому что, когда вы начнете участвовать и признаете себе в этом страхе, вы понимаете, вы начинаете расти. Вы понимаете, это уже огромный шаг вперед. Даже вот такой малюсенький, но он уже шаг вперед. И деньги – это испытание. Так что я вижу прекрасно. Все так, как говорится, переживают и выбрасывают все это. Это очень-очень радо слышать все ваши эмоции. Какой же у нас самый первый шаг? Самый первый шаг я хочу, чтобы вы поняли. То есть вы чувствуете, что вам эта тема не очень нравится. Вам эта тема неудобна. Знаете, как вы что-то не любите, мы туда не любим ходить. Но поскольку... Так, я буду тут смотреть. Деньги – это испытание. Заходите на него. Дай ему власти деньги. Люди жалко. Им плохо. Заплатить нечем. То есть это все нормально. Это все, все, что вы испытываете. Это нормально. Это часть, и вам кажется, что это так оно и есть, но это часть вашей индивидуальной реальности. То есть вы понимаете, то, как вы относитесь к деньгам, это та программа, в которой у вас заложена. У меня тоже была такая программа заложена. Тоже росла в таком окружении. Не могу тебе это купить. Не могу тебе это купить. Лишко много ты хочешь. Деньги на меня растут на деревьях. Вы помните? Это все нам с детства закладывалось. Нашим окружениями. Нашими любимыми родителями. Нашей школой. Что все должны быть равны, должны одинаково получать. Понимаете? И все это имеет очень глубокую причину. Но поскольку у нас очень много здесь целителей. А если вы даже не целитель, то вы как бы примкнувшиеся. То есть вы тоже это знаете. Вы, наверное, знаете, что все в этом мире энергия. Вы знакомы с этим? Вы знакомы с вот этим термином? В этом мире все энергия. Мы тоже энергия. Но наши частоты, поскольку мы имеем физическое тело, плотность этой энергии, она как бы частоты снижены. Поэтому мы и видим друг друга. Все согласны? Так, я вижу, что все согласны. Что если те из вас, кто этого не помнит или не знает, возьмите просто палец и начинайте его так быстро-быстро перед собой. Вы видите, вы перестаете этот палец видеть, вибрации повышаются, и вы его перестаете видеть. Но у меня нет такой силы, чтобы очень сильно его... Но в какой-то момент он у вас перестает физически присутствовать. Он превращается в невидимую частоту, потому что это все энергия. То есть все это энергия. Мы это энергия, окружение наша энергия. И деньги это тоже энергия. И если это все энергия, всем это понятно? Все понимают, что это энергия, потому что мы сейчас с вами продвигаемся потихонечку в направлении, чтобы открыть, открыть какое-то ваше представление, понимаете, о том, что же такое деньги. И если деньги это энергия, то правильно, все согласны со мной, то они подчиняются законам энергии. И один из законов энергии – это подобное притягивает подобное. Вы понимаете? Вот точно так же, как если вы человек с определенными какими-то наклонностями, вам хочется быть окруженным людьми точно с такими наклонностями, точно с такими же интересами. Если вы очень добрый и отзывчивый человек, то вам хочется, чтобы люди вокруг вас были добрые и отзывчивые. То есть, если деньги имеют энергию, а вы их не любите, то что происходит? Они не хотят к вам приходить. Вы понимаете? Деньги – это энергия. Вы – это энергия. Но у нас столько много блоков, негативов, отрицательных сомнений, отрицательных уверований в то, что деньги – это плохо, что деньги к нам не хотят приходить. Вы понимаете? Хотя звучит это парадоксально. Что значит «не хотят приходить»? Деньги можно дать, можно заработать. Но это же энергия, мы говорим просто о том процессе, который происходит, когда вы начинаете делать то, что вы делаете. Вы не сможете притягивать деньги к себе, естественно, с любовью, с благодарностью, если у вас глубоко внутри сидит вот такое зло. Понимаете? Деньги – это плохо. Вы согласны со мной? Вы согласны со мной? Мы сейчас с вами копаем довольно глубоко. Понимаете? Вот, вы любите, но они очень медленно идут. Дело в том, что, может, вы их любите, но, Светлана, у вас в глубине, на подсознательном уровне очень много программ, которых вы даже не догадываетесь. Вы понимаете, мы эти программы, как компьютер, наш мозг – это компьютер, это органический компьютер. И в наш мозг было загружено очень много программ в детском возрасте. Два года, три года. Мы как губка впитывали все, что нам говорили. Вы понимаете? И поэтому то, что у вас есть, то, что вы видите, вы говорите сознательно, это ваше сознание, я люблю. А подсознание, вы не знаете, это темное-темное-темное царство, которым вы, может, не знаете. Именно поэтому я вам дала медитацию, подарок, дам, то есть я еще не дала ее, но я дам, которая поможет вам именно выводить это из подсознания, потому что в подсознании у нас очень много программ, о которых мы даже и не догадываемся. И как их удалить – это довольно глубокий процесс. Я сегодня хочу как можно больше с вами разделить. Честно, от всей души хочу как можно больше разделить. Но, к сожалению, у нас лимитировано время, и поэтому я проведу с вами несколько упражнений. Если вы будете в них участвовать, вы начнете получать результат. И для тех, кто захочет больше, я хочу предложить что-то очень интересное. Но так что вы не сомневайтесь, что сегодня вы получите как можно больше замечательной информации. Так что из-за того, что ваша энергия, вот эти программы, недовольство к деньгам, неспособность как бы себя чувствовать в гармонии с деньгами, из-за этого вы чувствуете, когда дело касается денежных вопросов, когда вам нужно попросить повышения, когда вам нужно поговорить о деньгах с вашим партнером, с вашим супругом, с вашими детьми, вы постоянно чувствуете, что вам не хочется на эту тему разговаривать. Вы понимаете? Поэтому, когда вам нужно что-то купить, вы отказываете себе, потому что вы боитесь, а вдруг мне не хватит денег на то, чтобы платить билу, на то, чтобы мне платить за квартиру, за еду. Вы понимаете? Из-за того, что вот эта вся энергия, связанная с деньгами, она не как бы является вашей родственной энергией. Вы по необходимости туда ходите. Поэтому очень-очень важно вам начать сознательно понимать, что деньги – это энергия. И если я хочу, я думаю, что каждый из вас, каждый из вас хочет это изменить. Вам нужно дать себе разрешение, любить деньги, принимать деньги и работать над тем, чтобы убрать эти блоки, чтобы растворить эти блоки. И какой же самый первый шаг? Как убрать это самое первое препятствие? Потому что самое первое препятствие – это как узнать, вот мне задали вопрос, как узнать, что у меня есть эти блоки? Вы смотрите на свою жизнь. И там, где у вас сложности, у вас есть вот эти блоки. Если у вас проблемы с деньгами, это значит, что у вас блоки по отношению к деньгам. Если у вас проблемы с отношениями, знаете как, никто, но не получается у меня. Ну, один раз была замужем, два раза была замужем, не идёт. Это значит, что у вас есть какие-то лимиты, какие-то энергии, какие-то блоки внутренние, которых вы даже не догадываетесь по поводу отношений. Понимаете? Так оно работает. Потому что мы созданы быть прекрасными, гармоничными. Потому что мы пришли сюда идеальными людьми. На самом деле мы физические, мы духовные существа, живущие в физическом теле. Мы идеальны. Вы знаете это? Что вы идеальны. Я идеальна. И каждый из вас, каждый из вас, вы тоже идеальны. И поэтому, когда вы начинаете это принимать, вопросы... Так вот, Галина, ты... Я попрошу вас, запишите себе на бумажечке вопросы, чтобы у меня не получилось прерываться. Потому что, когда я прерываюсь, я теряю поток мыслей. Понимаете? Я не смогу вам дать всё, что я хочу дать. Поэтому запишите, пожалуйста, в конце, я буду отвечать на вопросы. Спасибо за хороший вопрос. И мы это сделаем немножко в конце. Хорошо? А сейчас давайте... Я попрошу вас взять листик бумаги. Мы с вами проведём сейчас первое упражнение. Мы уберём первое препятствие с вами на пути к вашим деньгам. Поэтому возьмите лист бумаги и напишите на нём одну установку, вот та, которая к вам сейчас идёт. У нас нету правильного или неправильного пути. У нас всё идёт в гармонии. Понимаете? Напишите фразу, которую к вам, как говорится, выходит. Тот блок, который вы думаете, держит вас. Например, мне постоянно не хватает денег. Это ваша установка. Это то, во что вы верите. Или денег мало, всем не хватит. Или я никогда не смогу брать большие деньги. То, что в вашем отношении. Вот напишите, пожалуйста. Так. Все вопросы, пожалуйста, запишите. Напишите вот эту фразу. И напишите, значит, все, напишите на бумаге вашу установку по поводу денег, которые вы думаете, что сдерживает вас. Например, мне постоянно не хватает денег. Почему я постоянно делаю долги? Это ваша фраза. У меня постоянно долги. Это ваша фраза. Это то, во что вы верите. Так. А теперь возьмите и напишите противоположное утверждение. Противоположное утверждение. То есть, если мне постоянно не хватает денег, Что будет этой противоположностью? Я живу в изобилии. Если у меня постоянно долги, я не имею никаких долгов. Если мне тяжело просить деньги за свою работу и тяжело поднимать цены, то мне легко просить, даже не просить, получать деньги за свою работу, за свой труд, за свой талант. То есть вы сейчас создаёте полную противоположность вот этого внутреннего отношения к деньгам, который у вас существует, потому что он у вас появился на поверхности. Напишите и дайте мне знать, когда вы это написали, чтобы мы начали делать это упражнение. Потому что я советую вам написать. Я так замечательно. Все, пожалуйста, напишите фразу, которая будет являться противоположностью. Теперь сядьте, пожалуйста. Значит, вы написали эту фразу. И я попрошу вас, сядьте удобно, расправьте ваши плечи, положите руки ладонями вверх, закройте глаза и сконцентрируйтесь, сконцентрируйтесь на этой новой установке. Для кого-то это будет «я живу в денежном изобилии», у меня нету долгов, я могу позволить себе всё, что хочу. То есть это будет полная противоположность того, о чём вы раньше думали. Это один из тех внутренних блоков, которые вы несёте в себе. Понимаете? Так что сейчас закройте глаза, сконцентрируйтесь на вашей новой установке, на той установке, которая будет вашим ростом, которая позволит вам поменять ваши вибрации. И теперь дышите, продолжая концентрироваться. И в этот момент начинайте прислушиваться к вашему телу. Начинайте прислушиваться, где вы чувствуете физическое напряжение, дискомфорт. Это может появиться в районе горла, в районе сердца, под ложечкой, в районе печени, в солнечном сплетении, в животе. У каждого своя зона. Вы, принимая вот это новое утверждение, вы начинаете внутренне сопротивляться. И это нормально. Где-нибудь вы почувствовали, вы сейчас не должны отвечать вопрос и сосредотачивайтесь на этом. Выловите это чувство. Услышьте его вашими чувствами. Мы сейчас не думаем. Мы сейчас чувствуем. Потому что чувство в нашем теле – это сигнал дискомфорта. Это сигнал того, что что-то не принимается. Так. Я прошу вас, после того, как вы почувствовали это напряжение, не бойтесь, если у вас что-то не получается. Не начинайте сомневаться, не начинайте себя критиковать. Этот момент должен быть очень плавным. Потому что вы, когда это происходит, вы начинаете себя критиковать, вы думаете, перестаньте думать, чувствуете. Нету чувств, нету ошибок. Вы понимаете, где вы почувствовали дискомфорт? Теперь положите, пожалуйста, обе ваши руки вот на этом месте. Это или будет ваше сердце, или ваше горло. Это может быть ваш живот, печень, солнечное сплетение. Где бы вы не почувствовали вот это чувство дискомфорта. Положите обе руки. И, вдыхая и выдыхая, вы слушаете сейчас мой голос. И начинаем вместе посылать энергию именно в эту зону. Посылаем эту целительную, волшебную энергию. И вы начинаете чувствовать. Если напряжение на лопатках, Елена, положите руки на переднюю часть вашего тела. Потому что энергия, она вокруг. Мы начинаем дыхать и выдыхать, заполняя энергией, принимая, не сопротивляясь, не критикуя, не осуждая. Мы продыхаем, дышим, вдыхаем, выдыхаем эту энергию. Вдох и выдох. И фокус поддерживайте именно на этом месте. На там, где у вас чувство дискомфорта. Вам кажется, что что-то вас беспокоит. И теперь пробуйте прислушаться к себе. Можете открыть глаза. Вы почувствовали, что это чувство дискомфорта стало меньше. Вам стало проще. Вам стало легче. Тройте, пожалуйста, глаза. Пустите ваши руки. Послушайте. Вы чувствуете, вашему всему телу стало легче. Вы чувствуете, у вас как бы новое видение в чем-то появилось. Как будто бы что-то отпустило. Что вы чувствуете? Напишите, пожалуйста. Вы почувствовали что-то? Вы почувствовали? Теперь как раз напишите, что вы почувствовали. Что у вас происходило? Что вы переживали? Потому что это очень сильное упражнение, которое кажется очень простым. Но оно дает великолепный результат, очень быстрый результат. Потому что это идет проработка. Погромче я могу говорить погромче. Так. Вот я смотрю облегчение. Облегчение, как будто что-то разошлось, поясница болела. Так. Тяжесть. Легче. Легко. Теперь поймите, у нас у всех, когда вы начинаете зевать, это реакция, что вы отпускаете энергию. Так что, Надежда, это очень хорошо, когда вы зеваете. Так что вы почувствовали успокоение, вы почувствовали, как тяжесть перешла. Теперь немножко потрясите руками, сбросьте эту энергию. Давление в груди не отпустило. Вам нужно будет еще, Лариса, это упражнение проделать. Вы теперь увидели, как его делать. Было тяжело дышать, теперь легче. То есть я смотрю, у вас, у многих зевота, вы знаете, это очень хорошее упражнение, когда вы хотите глубоко дышать, вы начинаете зевать. Вы как бы инициируете зевоту, начинаете и открывается у вас, ваши легкие открываются, вы начинаете дышать глубже. Запись будет, так что вы ничего не пропустили. И в животе появилась легкость. То есть я вижу, что у многих произошло движение энергии. Вы понимаете? То есть каждый из вас имеет это чувство в разной части вашего тела. У каждого из вас это абсолютно уникально. Каждый из вас будет испытывать это по-разному. Не сравнивайте себя. Не думайте, что это у вас будет, у Елены будет точно так же, как у Галины. У любви будет точно так же, как у Лили. У вас будет по-разному происходить это, понимаете? Не хватает энергии. Так, Лариса, если у вас не хватает энергии, это может проходить по той причине, что вы заранее себе сказали, все равно не получится. Вы понимаете? Очень часто мы себя программируем. Энергия у нас у вас у всех есть. Но дело в том, что когда вы сковорите, не получится, вы как бы переключаете, эта энергия идет, а вы себе как отключаете поток. Понимаете? Я смотрю, что в ней. То есть вы его зажимаете. Поэтому вам нужно, может, немножко больше подготовиться к этому. И всем я советую это упражнение поделать самостоятельно. Подготовьтесь к нему. Подышите. Расслабьте. Не делайте его в суматохе. Сделайте его так, чтобы вы себе выделили 5-10 минут. Может, даже музыку включили. Может, даже приняли горячую, горячий душ. Или настроились на это. Потому что энергия, она есть у всех. Помните? Мы энергия. Мы в поле энергии. Как у вас не может быть энергии? Она у вас только потому, что у вас много зажимов. Вы понимаете? Которые вы себе сами создаете. Если вы ничего не почувствовали, это тоже один из вариантов. Когда у человека создается внутри как бы онемение. Вы настолько долго себя вот так вот сдерживали в кулаке. Понимаете? Не позволяли себе плакать. Не позволяли себе переживать. Мы, женщины, это делаем очень часто. Так легче жить. Кто-нибудь испытывал это? Я, например, сама это испытывала. От того, как я развелась со своим мужем. У меня было очень много стресса. И я себя сделала онемение. Понимаете? Так. Так что, если вы не почувствовали, пожалуйста, не переживайте. А именно дайте себе разрешение, даже если хочется поплакать, хочется переживать. Понимаете? Расслабьте себя. Расслабьте. А если много установок, как знаете, как говорится, с чего начать? С чего бы вы ни начали, это все равно благодать. Так что выберите одну. Проработайте одну. А потом другую. Понимаете? Чем больше у вас установок, тем больше работы вам придется сделать. Но не пытайтесь сделать две-три одновременно. Вам нужно делать один шаг по очереди. Один за другим. Один за другим. Так. Слезы текут. Слезы – это благодатная энергия. Вы понимаете, когда текут слезы, у вас идет огромный прорыв энергии. У меня, когда я получала инициацию Рэки, на первой ступени, у меня был, там же идет четыре инициации, и у меня ничего не чувствовало. Я ничего не чувствовала. И после четвертой инициации у меня открылся канал, и я сидел, и лежу, у меня прямо слезы катятся из глаз, потому что я наконец-то осознала, кто я есть. Понимаете? Поэтому, когда слезы идут, и резь в глазах, резь в глазах, когда того, что слезы, слезы имеют повышенное содержание соли. Понимаете? Поэтому это все благодать. Так что слезы текут, потому что у вас идет какой-то прорыв. Так что это очень полезное упражнение. Но в суматохе мы его забываем делать. Понимаете? Главное, что вы не боретесь с вашими негативными чувствами. Когда вы чувствуете, где-то у вас сдавливает, вы начинаете дышать и принимать. Дышать и принимать. Почему? Потому что вы говорите Вселенной. Я идеальна. У меня нет никаких дефектов. Я все прекрасно. Даже все мои блоки, они все равно идеальны частью меня. И вы начинаете их растворять вот этой любовью. Понимаете? Я тут недавно прочла одну фразу, которая очень мне понравилась. Я не помню, кто это сказал. Это не я сказала. Что где бы у вас не были проблемы, любовь это решит. Вы понимаете? Какие бы у вас проблемы в жизни не были, где бы у вас что-то не получалось, проблему можно решить с помощью любой любви. Любви к себе. Любви к тому, кого вы не уважаете и не любите. Дать ему этот глоток любви, который ему так не хватает. Понимаете? То есть любовь – это огромное решение очень многих наших проблем. И, кстати, я тут подробно учу курс по поводу денег. И вам по секрету скажу, что деньги – это энергия любви. И поэтому, когда вы поймете это, что деньги – это энергия любви, то вы не просто будете деньги давать. Знаете, как у нас вот люди настолько неудобно. Вот они берут эти деньги, вот они вот так вот в том, и дают вам деньги, как под полой, как будто бы это что-то грязное. Понимаете? И когда ко мне начали моя деятельность, у меня много очень клиентов ко мне приходилось. Сейчас я уже работаю в основном по скайпу, по интернету. И каждый раз, когда они мне вот так вот деньги давали, вот так вот, я говорила, нет, давайте, пожалуйста, положите деньги на руки с уважением, с любовью. И я точно так же с любовью и с уважением эти деньги принимала. Потому что это не уважение, когда вот так вот деньги куда-то, понимаете, вы даете человеку, как бы, как будто вам не нравится эта энергия. Вам нужно начать в себе воспитывать это чувство уважения. И Архангел Михаил, конечно. Когда у вас огромная связь с Высшим миром, когда вы находитесь, причем я нахожусь в огромной связи, то есть это сейчас я их всех пригласила к нам сюда. Так что вы находитесь в этом великолепном поле. Вы находитесь в великолепном поле. Всех моих духовных наставников, ангелов, всех, которыми верите вы, не верите, но они все вокруг нас. И когда они приходят, когда их приглашают, они действительно могут нам помочь. Так что это вот то первое упражнение, которое я хотела вам дать. и теперь очень важно поднять уверенность в разговоре о деньгах. И я уже поняла, что вы не так легко вам эту уверенность приобрести, если я правильно поняла. И для того, чтобы у вас эта энергия появилась, этой уверенности с деньгами, вы должны себе представить, что деньги, они являются эквивалентом осознания нашей ценности. Вы, наверное, знаете, что вы очень ценны. Кто с этим согласен? Кто знает свою ценность? Можете написать, а я знаю, но забыла, а я и не знала никогда, а я и не верю в это, я такая же, как все. Вот, пожалуйста, напишите, знаете ли вы свою ценность? Знаете ли вы свою ценность? Что? Так. На вопросы я отвечу в конце. Я очень попрошу вас, пожалуйста, вопросы все соберите. Так. Так, вы знают, не знают? А теперь я вам хочу сказать одну вещь. Одно дело сказать себе, да, я ценна, а другое дело знать это, знать это сердце. Потому что, когда вы знаете свою ценность, ценность измеряется в чем? Она измеряется в двух вещах. Это ваше время, и это деньги, которые вы получаете за ваше время. Как это ни парадоксально, как это ни звучит, лак, что значит ценные и деньги? Но как вы можете оценить ваш талант, если не с помощью ценности, выражаемых в деньгах? Вы понимаете? Вы можете говорить себе что угодно, но глубоко внутри вы не осознаете вашу цену. Это только одно решение. И я это знаю, и я, как я вам говорю, что вот то, что я вас сейчас учу, я сама там была, я проходила через все это, и что бы вы себе ни говорили, я ценная, я красивая, я умная, глубоко внутри у вас эта уверенность иногда не присутствует. Вы понимаете? Правильно, правильно, Татьяна? Нас с детства учили, не выпендривайся, ты не лучше, чем другие. И нас учили, что все равны. Но дело в том, что это хорошо, мы равны, но в то же время каждый из нас очень уникальный. Вы знаете, что каждый человек, он пришел в этот мир. Поскольку я занимаюсь руками, то для меня каждый человек – это вселенная. Потому что руки приносят столько много информации, столько много уникальных талантов, столько много уникальных качеств, которые есть только у вас, у каждой из вас. И каждого из вас. И осознавание, вот вы уникальны, повторимы, талантливы, пока вы себе вот это не гравируете, гравировать надо, чтобы у вас в моменты сомнений не появлялась эта, знаете, энергия падает. Потому что момент сомнений, он всегда будет. Кто-то обозвал вас, кто-то пожаловался, кто-то покритиковал, и вы упали на дно. И вы думаете, ну все, никакой ценности нету, как я так и знал. Вы понимаете? Вам нужно вгравировать. Вы знаете, когда есть специальная машинка гравировальная, когда вы вгравироваете это в себя? Так вот вам надо вгравировать в себя вот эту ценность. Пока вы эту ценность не определите вы. Потому что многие думают, что ценность кто-то должен вам сказать. Вы понимаете? Кто-то нам сказал, что наша ценность должна быть определяться изнутри. Вы так согласны с этим? У меня много дипломов. Я ценный. У меня есть много сертификатов. Я ценный. Вы понимаете? Очень часто мы гоняемся вот за этими сертификатами, потому что у нас внутри нет этого чувства ценности. Мы пытаемся ее поднять снаружи. Но эти сертификаты, они не помогут нам поднять нашу ценность, потому что ценность – это состояние вашего духа, который вы сами должны себе назначить. И то, что вам говорили с детства, то, что вам говорили в школе, очень часто нам учителя говорили, ты глупая, ты, у тебя с математикой проблемы, у тебя это, это, это. Бывший муж говорил, что ты не такая, или бывшая жена, или соседка, или тетя Валя, дядя Вася. Не важно. Это все в прошлом. Это все в прошлом. От этого надо всего избавиться. И если мы сегодня с вами хотим получить результат, поэтому я хочу, чтобы вы осознали, что ваша ценность, она вгравирована внутри вас. И никакое событие внешнее, никакие фразы, сказанные кем бы то ни было, не могут эту ценность понизить. И для того, чтобы вам эту ценность принести, в обмен на что-то, вы ее оцениваете во времени, которое вы даете, дарите, или определяете. И в материальном назначении это деньги. Как бы вам не хотелось сказать, моя ценность, только две вещи, которые это команды, команды это как бы, как вы можете определить вашу ценность. Это деньги и это время. И поэтому люди, которые занимаются целительством, потому что у меня тоже очень много целителей, которые ко мне приходят, в основном люди, которые приходят ко мне, это целители. У них самые большие проблемы назначать деньги за свое искусство, и они слишком много времени тратят. И я сама это все делала. Слишком много времени дают своим клиентам, и когда вы много времени даете и не берете достаточную сумму денег, вы размываете свою ценность. Вы понимаете? Получается, что вас не ценят. Если вы себя не цените, то как же другие люди будут вас ценить? Вы понимаете? Это получается парадокс. И мы здесь не критикуем. Я не критикую. Я считаю, что вы все идеальны, прекрасны, изумительны, талантливы, но я вам открываю глаза. Вы понимаете? Если я вам не открою глаза, так тоже вам их откроют. Я хочу, чтобы у вас глаза открылись. Ваша ценность вгравирована в вашем сердце. Вы пришли сюда. Вы, наверное, замечали, как дети осознают свою ценность. Если у кого-то есть маленькие дети. Маленькие, до двух лет. К трем годам мы начинаем им уже говорить. Ты не такая, ты не секая, это прочее, прочее. В садик начинают ходить. В садике им говорят учительницы, что ты глупая, и ты толстая, и ты не умная, и ты не можешь это сделать. Понимаете? А до двух лет дети несут в себе вот это ощущение, я такая ценная, такая прекрасная. Понаблюдайте за ними. Если у вас есть или внуки, или дети, или родственники, у которых есть дети, понаблюдайте за маленькими детьми. Как они разговаривают, как они к себе с уважением относятся. Потому что у них это естественно. Они пришли сюда с этим знанием ценности. Каждый из вас пришел с этим знанием ценности. А потом мы ее растеряли. Потихоньку, по кусочкам. Потому что мы слушали все, собирали в коробочку все, что нам говорили про нас. И в результате наше видение себя стало очень-очень низким. И мы забыли, кто мы есть. Как я говорю, первую часть жизни мы приходим идеальной, а потом всю оставшуюся жизнь мы опять начинаем возвращаться туда, кем мы на самом деле являемся. Понимаете, в этом как раз является парадокс нашей жизни, что наша идеальность, она нами забыта. И поэтому, наверное, вы пришли сюда сегодня, чтобы кто-то вам об этом напомнил. Потому что как раз этим я и занимаюсь. Я помогаю людям раскрыть их самый наивысший потенциал, чтобы они начали творить чудеса своими магическими способностями. Потому что каждый из вас, каждый из вас, тот, кто сегодня присутствует, имеет в себе зерно необыкновенности, зерно уникальности, зернышко, которое только вы можете сделать. Это или как вы доносите свои знания, или как вы говорите, или как вы пишете, или как вы танцуете, или ваш голос. Вы понимаете, каждый, каждый из нас имеет это. И если вы начнете с людьми это делить, то люди начнут получать результат, их захочется вам компенсировать. Мы так устроены. Потому что все, что мы называем продажей, продажи, они совершаются в сердце. Настоящие продажи, это продажи от сердца. Это не то, что я хочу, чтобы вы это купили. Нет. Особенно для женщин. Мы не любим эти тяжелые энергии. Вы понимаете, мы не любим, мы не любим, чтобы нам кто-то говорил, командовал. Мы не любим, чтобы нам навязывали. Мы хотим, чтобы нас любили, чтобы нас принимали, чтобы нам показали что-то, что мы не знаем. И вот когда вы познаете свою ценность, сейчас я вам помогу в этом. Я вам приготовила еще одно упражнение. Поэтому, вы уже заметили, я люблю говорить, поэтому мне надо сейчас вам дать это упражнение, чтобы вы немножечко приоткрыли свою цену. Возьмите еще раз. Сядьте. Лист бумаги. И те из вас, кто уже занимается целительской деятельностью, прекрасно. Те из вас, кто еще не начал, но уже практикует на родственниках, может, с детьми. Каждый из вас имеет какой-то опыт. То, что вы считаете, вы помогли кому-то, может, даже не за деньги, может, просто, понимаете, напишите три, максимум, максимально пять результатов, которые вы создаете как результат вашего таланта. Опять же, я не хочу вас фиксировать только на целительской деятельности, потому что кто-то, может, не занимается, кто-то, может, рисует. И что люди испытывают, глядя на ваше произведение? Может, вы просто поете колыбельную. Может быть, понимаете, напишите. Это все для вас очень важно для поднятия своей значимости. Например, с помощью моих талантов я могу исцелить боль. Я могу поднять уровень энергии. Люди теряют вес, когда я с ними работаю. То есть вот такие вещи. Напишите, пожалуйста, три, пять результатов. Прямо на бумажке. Так. Если вы преподаете язык, напишите, какой результат люди получают изучить язык. Если вы преподаете язык, при преподавании языка помогает людям читать литературу. То есть напишите это не просто, что вы делаете, а результат. Видите? Я не прошу, чтобы вы делали действие. Я хочу, чтобы вы сфокусировали сейчас на результате, который люди получают от вашего, от вашей способности. Результаты. Так. О Григории вы не можете припомнить. Но напишите, чем вы занимаетесь, чем, что вы делаете. Напишите, может, вы хорошо поете, может, вы помогаете людям за деревьями ухаживать. Ну, что-то у вас есть такое хорошее, у вас, вы очень добрый человек, я это чувствую прямо. И у вас много доброты. Иногда люди приходят к вам просто поплакаться, вы, наверное, им помогаете. Понимаете? Мы всегда только думаем формально, формально, что мы можем людям сделать. Есть многие неформальные вещи, которые делают нас вот этим уникальным человеком. Просто доброе сердце, понимаете? Просто руку подержать, просто положить руку на плечо. Это тоже талант. Вы понимаете? Вот если вы домохозяйка, сколько же вы хорошего, Евгения, делаете? Вы и обед приготовите. Не даете людям с голоду умереть. И за порядком смотрите. Посмотрите результаты. В квартире чисто. Люди пришли, ваша семья пришла. Как красиво, как хорошо. Так. Каждый из вас делает что-то хорошее, доброе. И этим помогает получить результат. вам сейчас нужно написать три-пять результатов. Так. Написали? Дайте мне понять, дайте мне ядово написали. Так. Консультация по оздоровлению. Что люди получают в результате этих консультаций? Какого оздоровления? Так. Теперь следующий этап этого упражнения. когда вы написали вот эти ваши действия, это влияние, что произойдет с человеком, которому вы помогли? Предположим, вы написали человек, я помогла ему потерять вес. Как результат того, что он потерял вес, что произойдет в его жизни, в ее жизни? Она стала себя лучше чувствовать. Эта женщина, которая потеряла вес, она начала чувствовать себя более привлекательной. Она улучшила свои отношения с мужем. Или у нее не было мужа, она вдруг нашла себя уже. Или она наконец-то стала покупать себе ту одежду, о которой она мечтала. Вы понимаете, это все очень-очень важно. Какое влияние на разные стороны жизни человека оказывают эти вещи, которые вы делаете? Например, пример просто пожалеть кого-то по-доброму, положить руку на плечо. Благодаря тому, что вы кого-то пожалели, человека получил лучшее настроение, он лучше разговаривал с своими детьми, лучше разговаривал с своей женой, и не злился, и у него не было головной боли. Вы понимаете, мы иногда пропускаем вот этот сегмент, сегмент недостающий. Что же мы делаем? Мы фиксируемся на том, что мы делаем? Мы фиксируемся я целитель, я не мое исцеление. Мы забываем о том, что целитель это не тот человек, который просто что-то делает, размахивает руками. Целитель это человек, который меняет энергию, и благодаря этому люди становятся правильно счастливыми. Вы понимаете? Более здоровыми, более бодрыми, у них больше энергии, у них больше любви к себе, как результат они больше эту любовь делят с другими людьми. У них могут появиться новые отношения. Если вы занимаетесь пищей, вы готовите пищу, или вы учите людей, как правильно готовить, вы людям даете здоровье, потому что мы это то, что мы едим. То есть внутри каждой вашей активности есть причина, что помогает другим людям. Пока вы не осознаете вот эту причину, вы не сможете докопаться до ценности ваших действий. Потому что когда вы предлагаете что-то, вы предлагаете «я целитель», а мы не покупаем целителей, мы покупаем результат. Мы приобретаем, мы платим деньги за особый эффект, который вы можете оказать на других людей. Вы понимаете? И из-за этого непонимания, из-за того, что мы не осознаем, вот у людей появляется желание жить, а как результат появления желания жить, что они могут сделать? У них улучшится настроение, они будут выглядеть по-другому, они начнут терять вес, потому что у них появится эндорфин, у них будет лучше энергия, они будут больше улыбаться, они смогут зарядить других людей. Понимаете, это как цепная реакция, ваше магическое прикосновение с волшебной палочкой, вы как бы касаетесь их волшебной палочкой, и идет цепная реакция, вы начинаете менять этот мир, вы понимаете? То есть каждый из вас, вам очень важно определить, что же получается в результате, всем это понятно, все написали, так, что же у вас получилось, ну-ка напишите нам немножко, что вы даете этому миру, разделите пожалуйста с нами, что же вы даете этому миру, так, вот вы снимали головную боль, и как благодарили вас, а что у них получилось в результате того, что у них не было головной боли, у них было больше ясности, они могли лучше работать, они могли быть более эффективны, они больше улыбались, у них лучше состояние, понимаете, можно эту тему разворачивать до бесконечности, вы понимаете, свет и любовь, радость и счастье, это то, что каждый человек хочет получить в жизни, и кто-то ему должен помочь, потому что мы идем по жизни, у нас идет головная боль, болит живот, проблемы, не идут отношения, набираем вес, и кто-то нам должен дать, помочь, поддержать, и это вы, группа целителей, которая пришла с этими особыми талантами, вы понимаете, но если вы эти таланты не осознаете, ну я просто целитель, нет, вы не просто целитель, вы как магический человек, магическая женщина, магический мужчина, вы создаете чудеса, вы понимаете? Вы создаете чудеса, никого не волнует, как вы это делаете. Всех волнует конечный результат. Запомните это. Всех волнует конечный результат. Правильно. Вот Лемя говорит, как любой учитель, все эти разумные, добрые, вечные. Так и мы. Мы сеем разумные, добрые, вечные. Но, к сожалению, мы не осознаем, что мы сеем. Мы просто не осознаем. Мы просто видим, вот я сделала и сняла главную боль. Но это не то, что вы делали. У меня была одна клиентка из Гавайев. Очень талантливая женщина-целитель. И она всегда говорила, что, говорю, чем ты делаешь? Занимаешься? Я, говорит, массаж делаю. Я говорю, нет. И когда мы с ней стали вот так вот глубоко погружаться, то мы выяснили, что она помогает людям избавиться от хронических болей в спине. И когда мы с ней проработали, что она дает людям через этих, понимаете, когда у человека хроническая боль в спине, он практически не живет полной жизнью. Это влияет на все, включая секс. Потому что спина – это наш позвоночник, он соединен со всеми органами. То есть, когда боли в спине, то отражается на дыхании, отражается на работе сердца, отражается на пищеварении, на запорах. Все, понимаете, это все связано в нашем организме. Поэтому, если вы просто говорите, ну, что-нибудь там сделал. Нет. Вам нужно самой осознать. Так. Это глубокий вопрос, почему у людей, у учителей такая маленькая зарплата, потому что это установлено структурой, понимаете? Мы здесь с вами не собрались, чтобы нанять структуру социальную, понимаете? Если человеку не нравится его зарплата, он должен создать свою структуру. А своя структура – это свой бизнес. Я знакома с очень многими учителями, которые создали свой бизнес. И вы тоже можете это сделать. Я как раз этому учу создавать свой бизнес. Потому что свой бизнес – это, я называю это практикой, потому что бизнес звучит как-то немножко «О, я не знаю ничего про бизнес». Но практика – это то, это структура. Любой бизнес, любая практика – это структура. Просто ее нужно понять и действовать. Вы понимаете? Так, отвлекает. Ну, Григорий, я не могу вас ничем помочь. Вы должны постоять за себя, за вашу ценность. Понимаете? Значит, все вы поняли, всем это понятно. Ваша ценность, она выражается в деньгах. Вам нужно осознать, что же вы делаете. И когда вы начинаете внутри осознавать свою ценность, то вы начинаете по-другому разговаривать о себе. Вы понимаете? Потому что это настолько важно для вас, настолько вы наполнены этим осознанием. Это не значит, что вы выше, чем кто-то. Это не значит, что вы лучше, чем кто-то. Просто вы, вы, наверное, встречали таких людей, которые настолько осознают свою ценность, настолько притягивают ваше внимание, какая-то внутренняя уверенность. И вам хочется быть вокруг них, и вам хочется, чтобы они с вами работали именно потому, что они знают, кто они и что они. А если у вас этого чувства нет, если вы не относитесь к себе с этим уважением, то люди начинают, понимаете, мы как зеркало отражаем наше внутреннее состояние в окружающий мир. Потому что если кто-то хочет, чтобы вас любили, то вы должны полюбить себя. Если вы хотите, чтобы вам платили деньги, вам нужно начать ценить себя, уважать себя. Вам нужно пробудить это на очень-очень глубоком уровне. Вы понимаете, это все, кажется, ну как, мы пришли сюда про деньги разговаривать, а мы говорим про цены. Потому что деньги – это эквивалент ценности. Понимаете, может, вам даже никто про это не говорил, а я вам говорю очень серьезно. Вы понимаете? И каждый, каждый без исключения, я хочу сказать, что каждый из вас является этим светом. Каждый из вас имеет этот талант. Теперь давайте поговорим про возражение. Потому что когда люди начинают возражать по поводу денег, сразу у вас падает энергия. И все ваши ценности, они как бы падают. Потому что вы начинаете забывать, вам неудобно. И все то, про что мы сейчас говорили, вы забываете в тот момент. Вы помните только то, что неудобно. Неудобно и ваши старые голоса начинают. И начинают вам напоминать, а не, да, 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 да. И вы начинаете слушать эти голоса, эти внутренние блоки, вместо того, чтобы слушать голос вашей ценности. Понимаете? Поэтому давайте поговорим про самую, одна из важных фраз. Вы, наверное, присутствовали в жизни какой-то или на какой-то ходили праздник. Там люди были, вы начали рассказывать, что вы делаете. И с увлечением рассказываете. И вдруг люди говорят, а сколько это стоит? И как только вам кто-то задает такой вопрос, а сколько это стоит, вы сразу, ооо, вам неудобно, вы не уверены. И вы чувствуете, что вам хочется бежать, вам хочется убежать и на эту тему не говорить. У кого-нибудь было такое состояние, что как только люди спрашивают, сколько стоят ваши услуги, вы начинаете от этого убегать. И вам неудобно, вам не хочется про это говорить. У кого такие ситуации были? Так, спасибо за вашу честность. Я могу сказать, что у меня это было очень много и очень часто. Проще подарить, отказаться от денег. Я это все тоже делала. Так что это процесс. Вы понимаете? Так что все из вас, кто сейчас честно сказал, я очень благодарна вам за то, что вы это открываете. То есть ваше чувство неудобства по поводу денег, оно отражается на всем. На вашем выражении лица, на том, как вы держите ваше тело, на руках. Вы понимаете? Как зеркало. Люди вас читают. И как только у вас появляется это чувство, они сразу, сразу перестают вас как-то, понимаете? Вы так сейчас страстно рассказывали о своем деле. И как только они спросили про деньги, вы сразу и не знаете, о чем говорить. Вот я хочу вам помочь с этим вопросом. Потому что эта фраза, как вы думаете, хочется вам знать, как же ответить на этот вопрос. Если кто-то спросит, сколько же стоят твои услуги, сколько ты берешь за свои услуги. Поможет вам, поможет вам, поможет вам, если вы узнаете, как у вас будет, как скрипт, знаете, поможет вам отвечать на это, чтобы вы начали по-другому. Ну, я вижу, что все хотят, все довольны. Значит, я вам дам целый скрипт, чтобы вы могли ответить, если вас спросят по услуге. Но дело в том, что, когда люди спрашивают, если вы просто запоминаете скрипт и говорите это без сердца, он не работает. Для того, чтобы любой скрипт работал, очень важно, чтобы вы сердцем это верили. Тогда он начинает, понимаете, по-другому совершенно реагировать. Кто-то вас, вам спросил, предположим, давайте возьмем Наталью. Наталья, вы разговариваете, стоите в группе людей и вы рассказываете то, что вы делаете. Вот я работаю, я целитель, я работаю с людьми, я помогаю им избавиться от главной боли, например. И... Сколько стоят ваши услуги? И вы не знаете, что делать. Теперь я вам продемонстрирую. Значит, если я разговариваю с Натальей, и... Наталья, сколько стоят ваши услуги? То Наталья, вместо того, чтобы пугаться и съеживаться, потому что, когда мы пугаемся, наша энергия как бы съеживается, вместо этого вам нужно вздохнуть, улыбнуться и сказать. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Первый ответ. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Но дело в том, что у меня очень много различных программ, очень много различных техник. И для меня очень важно понять, что для вас самое важное. Что для вас, что вам может помочь? В зависимости от этого я могу сказать о том инвестировании, которое будет оказано. Давайте с вами встретимся и более подробно поговорим о том, как я могу вам помочь своими искусствами. Вы понимаете, люди никогда не будут платить деньги, никогда, если вы не поможете им избавиться от чего-то очень неудобственного, как боль, понимаете? Это может быть физическая боль, это может быть эмоциональная боль, это может быть боль, что я не могу никого встретить. Это называется боль, потому что она боли есть. Вы понимаете, это и называется боль. Если вы не поговорите с человеком, если вы не узнаете, какая у него боль, если вы не покажете ему, сколько ему стоит то, что он от этой боли не избавляется, потому что то, что нам стоит, дискомфорт, который мы получаем, он стоит намного больше, чем эти деньги, и которые вы получаете за свою программу. Это всегда проверено, потому что то, что нам стоит, это дискомфорт, когда вы начинаете глубоко понимать, что же вы даёте людям, сколько это стоит, сколько стоит негармоничные отношения, сколько стоит повышенный вес, который забирает у вас энергию, сколько стоит ваш ребёнок, который не может никак вести себя нормально, постоянных проблем в школе, сколько вам это стоит, сколько стоит вам нервы, сколько стоит вам денег, сколько стоит постоянное отвлечение от того, что вам нужно. Вы понимаете, это очень дорогое удовольствие иметь эту боль. Но человек обычно её не видит, понимаете, мы этого не видим. Мы ходим часто, мы знаем, что у нас есть боль, но глаза наши закрыты, и мы знаем, что что-то не так, но что это мы не знаем. И поэтому нам нужен проводник, нам нужен кто-то, кто откроет наши глаза. Если вы целитель, вам, как говорится, Бог в руки, потому что вы можете помочь, но вам нужно знать, что же вы можете сделать, и вам нужно вести себя с достоинством, не бояться вопросов о деньгах, потому что вы сейчас начинаете что-то изучать о себе, о деньгах, и понимаете, что это естественно, что те программы, которые в вас были заложены очень в раннем детстве, они продолжают влиять на вас, они продолжают вам нашептывать, что что-то не так, что деньги – это плохо, и говорить о деньгах – это некомфортно. Но если вы, вас кто-то спросит, сколько же это стоит, никогда не отвечайте сразу своей суммой, потому что сумма, деньги, количество денег – это ничего. Вы должны соединить концы. Вот я сейчас возьму, смотрите, это представьте, что это деньги, а это причина, нам нужно их соединить. Вы понимаете, пока мы не соединим, оно должно соединиться здесь, но потом мы соединим в сознании, тогда человек понимает, действительно, я теряю тысячи рублей из-за того, что у меня ребенок не знает, как себя вести, какие-то проблемы. Я теряю тысячи рублей из-за того, что у меня головная боль, у меня боли в спине, у меня семья разваливается из-за того, что у меня боли в спине, я не знаю, что это делать. действительно это стоит огромное количество денег и я всего за несколько сессий могу от этого избавиться так конечно я на это соглашусь вы понимаете вам нужно это донести до человека вам нужно человеку объяснить понимаете вам понятно это вы поняли как это все работает напишите пожалуйста значит вот это скрипт сейчас я вам его прямо продиктую сколько же стоит ваши услуги я с удовольствием отвечу на ваш вопрос но дело в том что у меня много различных услуг много различных программ и соответственно каждая программа имеет различные уровень инвестирования поэтому зависит многое от того что для вас наталья самое главное и что будет оптимальным для вас для решения вашей проблемы если вы не возражаете то позвольте мне пожалуйста выделить время чтоб я могла вам задать несколько вопросов а после этого когда я пойму что для вас очень важно я в деталях расскажу вам о тех услугах что которые могут вам помочь и те услуги которые будут для вас самыми подходящими то есть в принципе это мы всегда ждем чего-то какого-то чудо понимаете но чудо в том чтобы не испугаться понимаете чудо в том чтобы показать человеку что вы имеете ценность чудо в том чтобы показать человеку что вы можете ему помочь вот в этом-то и скрипт так что понравился вам этот скрипт а он скрипт понимаете он идет от сердца это не тот скрипт который я говорю что вы должны говорить как робот я хочу чтобы вы его прочувствовали что вы поняли другого человека вы понимаете если вы возьмете у вас будет запись прослушайте еще раз вот посмотрите какое время какое время на это говорили и вы начнете получать результат я вам гарантирую потому что это тот скрипт который поменял всю мою профессиональную жизнь когда я так боялась говорить о рынках потому что все о чем что я вам сейчас показываю это все через что я прошла сама вы понимаете это не что то что как говорится где-то я читала это все я прошла сама так татьяна вопрос повышение зарплаты как поднять зарплату так это он давайте сейчас запишите пожалуйста вопрос я сейчас еще расскажу вам что-то потом буду отвечать на вопросы так я вижу что этот форма этот скрипт который я вам дала вам понравился а теперь я хочу рассказать вам о какой же самый быстрый путь для активации кода денег потому что для того чтобы активировать код денег нам на ваших руках для этого требуется во первых посмотреть на ваши руки а а во вторых это может быть очень долгим процессом вы уже заметили медитация будет медитацию вы получите все кто присутствовал вы получите медитацию я вам дам ссылку на эту медитацию который я обещала как снять денежные блоки вы не будете ее слушать вы получите и вы сможете сами прослушать так что ирина отвечая на ваш вопрос и если вы не знаете свою индивидуальность если вы не знаете что же у вас такого уникального то этот процесс может быть очень долгим вы понимаете эти все внутренние блоки они бы так и продолжать будут сидеть внутри и появляться только тогда когда будет критическая ситуация и поэтому для тех кто получил информацию кто хочет больше информации я знаю что всегда есть люди которые хотят больше я сама такая я всегда хочу больше меня для вас очень интересные предложения и как вы уже наверное знаете что у меня одним из моим моих уникальных талантов это является способность определять по рукам вашу уникальность прямо вот по рукам если я смотрю на ваши руки то я сразу вижу и сильные стороны и слабые стороны и это является очень сильным ключом по отношению к деньгам когда вы начинаете понимать свои слабые стороны и сильные стороны вы начинаете понимать над чем же нужно работать потому что это не просто вот так вот все для всех одинаково должна быть какая-то индивидуальность должна быть какая-то система которая позволяет вам понять себя и понимая себя применить какие-то базовые какие-то вещи и когда вы понимаете себя многие вещи начинают работать очень-очень хорошо и и когда вы начинаете понимать себя свои сильные стороны свои слабые стороны то те знания о деньгах которые я для вас подготовила они начинают очень быстро проявляться и у меня есть программа которая называется клуб мастерства я вообще верю в то что любой вещь можно достичь с помощью мастерства вы понимаете потому что что такое мастерство это когда вы работаете над чем-то очень сознательно это когда вы работаете над чем-то что-то очень сознательно вот елена дает вам ссылку на эту страничку значит что я хочу вам предложить для тех из вас кто серьезно хочет проработать тему денег кто хочет избавиться от блоков кто хочет узнать себя кто хочет не только растопить свои блоки но и поднять свою ценность кто хочет узнать свое свой денежный тип потому что у нас у каждого есть свой денежный тип как зеркал понимаете почему наши отношения с деньгами такие разные потому что каждого из нас свой тип и вот на этом клубе мастерства я помогаю вам через систему денежных зеркал поднять разобрать свой денежный тип и понять почему вы слишком много денег тратите почему вам все время хочется делать долги или что важно что вы обращаете внимание что вы на что вы не обращаете внимание когда вы начинаете это сознательно понимать многие вещи начинают просто рассасываться или просто отпадать понимаете потому что многие вещи связаны с тем что мы это не осознали Когда мы начинаем осознавать, то многие вещи начинают меняться. И обязательно поднимать свою цену. Поднятие своей ценности – это процесс, который требует работы, который требует осознанности, который требует… То есть всё можно сделать, но это процесс, вы понимаете? И я очень уверена, что эта программа вам поможет, потому что я её уже проводила, и у меня великолепный результат. У нас действительно огромный прорыв произошёл у самого огромного количества людей, которые участвуют в этой программе. Поэтому я знаю, что она вам поможет. И для первых 25 человек я делаю особое предложение. Вы получите от меня по фотографии определение ваших рук. Я определю вашу сильную сторону, вашу слабую сторону. И отвечу на самый важный вопрос. Какой у вас существует в жизни сейчас? Самое интересное, что когда люди мне писали и прислали фотографии, иногда им тяжело даже сформулировать свой вопрос. Но когда они получали информацию, то вопрос у них сам собой разрешался, потому что многие наши вопросы, они на наших руках. Понимаете? Наши руки – это уникальный инструмент. И, кстати, это процесс очень уникальный и с очень быстрым результатом. Поэтому я вот ту страничку, которую вам дали, эта страничка, она рассчитана на более обширную программу. И поэтому мы подготовили для вас прямо вот вытяжку, выборку, понимаете, связанную только с деньгами. И поэтому мы сделали особое инвестирование для тех, кто участвует в нашем вебинаре. А вы получите, так, не открывается. Ссылка не открывается, я не знаю. Так, все открывается. Значит, ссылкой мы разберемся. Все прекрасно открылось. Значит, эта программа, она включает в себя клуб мастерства успеха, денег и любви. Но эта программа, она стоит больше, но для участников мы сделали специальную вытяжку только по поводу денег. То есть вы получите пять классов и получите обратную связь, получите от меня, для первых 25 человек, ответы на ваши вопросы с использованием рук. И ваша жизнь поменяется. Если вы посмотрите на этой страничке, вы увидите, сколько людей поменяло свою жизнь, какие у них огромный прогресс произошел. Не только в деньгах, потому что деньги, они помогают нам встать в позицию своего могущества, чтобы мы смогли разделить свой талант с этим миром. Вы понимаете? Если у вас эта проблема застопорится, то вам очень трудно встать в позицию силы, чтобы... Эта сила не физическая сила, это сила духа, вы понимаете? Поэтому вопрос денег очень важный для вас, чтобы вы смогли встать на путь и принести в мир свой талант, принести в мир талант так, чтобы люди вас услышали. И брать за ваш талант, за ваше искусство деньги. Это необходимая часть всего процесса. Вы знаете, что очень часто люди пытаются избежать вопроса денег, дают все бесплатно. Но вы, наверное, встречались с таким фактом, что люди, которые получают бесплатно, никакого результата не получают. Были у вас такие варианты? У кого были такие варианты? Значит, если какие-то проблемы с оплатой, пожалуйста, напишите Галине или Елене. Мы это все разрешим. Договорились? Потому что сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели, есть ли какие-то вопросы на страничке. У меня огромное желание вам всем помочь, огромное желание, чтобы у вас все получилось, чтобы вы исцелили свои отношения с деньгами, чтобы вы смогли идти по жизни, как королевы, которые все могут. И если у вас какие-то вопросы сейчас, на которые я не отвечала... Так, пожалуйста, задавайте вопросы или по программе, или... Так, я смотрю... Или по программе, или по тем вопросам, которые вы задавали. Спасибо. Спасибо, Лена. Если какие-то вопросы, потому что я видела, девочки, у вас тут были вопросы по поводу бизнеса, по поводу, что запросить. Некоторые вопросы, которые я готова сейчас отвечать. И несколько вещей я хочу с вами разделить, которые очень важны. Часто, как целители, мы начинаем обмениваться своими услугами. Я знаю, что многие это делают. Так. Значит, Ольга, есть ли у вас ощущение, что никогда не будет больших денег? Это страх. Страх уверенности в своих силах. Вы понимаете? И этот страх парализует вас. И у вас получается, вы себе создаете систему, что на самом деле вы не можете добиваться больших денег из-за того, что у вас этот страх. Вам нужно перейти вот эту границу, показать себе, что вы все можете. Вы понимаете? На самом деле вы все можете. Ольга, вы все можете. Вам нужно избавиться от этого страха. Денежных лимитов, которые сдерживают вас. Так, по поводу долгов. Долги возникают тогда, когда поток... Они могут возникать по разным причинам. Дело в том, что часто, если вы используете карточки... Карточки у нас убирают иллюзию денег. Понимаете? Карточки, кредитные карточки. Они дают нам чувство, когда все как... И все. И все походит. Попробуйте не использовать фиргитные карточки, а платить наличные деньги. Потому что, когда платите наличные деньги, вы их чувствуете. У вас совершенно по-другому к этому относятся. И вы начинаете более сознательно относиться к своим покупкам. Что надо вам, а что вам не надо. Понимаете? И для того, чтобы долги... Нужно делать анализ. Это, опять же, все это в этой программе я раскрываю. Потому что для того, чтобы проанализировать свои долги, понять, какие расходы у вас реальные, а какие можно, от которых можно избавиться. То есть это должен быть какой-то анализ. Так. По поводу долгов. Значит, начните записывать, Галина, записывать, куда уходят ваши деньги. Первый шаг, чтобы понять вообще, куда они уходят. Так. Как убрать негативные установки по поводу денег? Чтобы убрать негативные установки, нужно делать это. Есть специальные медитации. Кстати, частью медитации я... Система медитации я использую в этой программе, которую мы вам предлагаем. Потому что с помощью медитации вы погружаетесь в состояние подсознания. Подсознание начинает воспринимать информацию и начинает убирать негативы. И ту медитацию, которую вы получите по поводу растворения, тоже вам очень хорошо поможет. То есть это процесс. И начните с того, чтобы обращать на это внимание. Не зацикливаться на этом, а именно начинать себе позволение. Так, Вера. Спасибо. Спасибо, Верочка. Так, Григорий, все вопросы по оплате, пожалуйста, принесите вот по этой ссылке. Елене, договорились? Так, напишите. Так, инициация Рейки. Так. Это очень интересный вопрос, потому что инициация в Рейке. Есть люди, которые получили какие-то инициации, и они интересны, у них нет чистой энергии. Я вам честно скажу. Я когда приехала в Америку, у меня было две ступени. И я пыталась найти мастера, который мне поможет. И вы знаете, я не могла никого найти. То есть я подходила к этому человеку, я чувствовала, что моя энергия сильнее, чем его энергия. Но, наконец-то, я нашла человека, который меня проинициировал, чтобы стать мастером. Потому что человек должен иметь очень чистый поток энергии. Вы понимаете, у всех разный поток энергии. То есть если вы ничего не чувствуете, если вы не чувствуете ни когда вы делаете эти упражнения, ни когда вы рисуете символы, то, может быть, человек, который дал вам эту инициацию, не имел бы способности. Я не хочу никаких заключений делать, но я знаю, что вы должны что-то чувствовать. А может, еще нужно вам потренироваться. Вы понимаете, когда вы руки ставите в позицию, они должны вибрировать. Вам нужно последить за своей диетой, за своим стрессом, состоянием стресса. Потому что стресс, он сжимает наши каналы. Понимаете, диета, наполненная большим количеством мяса, она тоже уменьшает канал. Потому что вибрации мяса намного ниже, чем вибрации, предположим, естественной еды. Ну, в общем, это глубокий вопрос. Евгения, спасибо за вопрос. Я советую вам просто поработать над этим. Поработайте, потому что я не могу ничего изменить. Но я знаю, что это дело очень индивидуально. Так, договорились? Так, медитация. Медитацию вы все получите. У меня ссылка. Значит, я Галине дам ссылку на эту медитацию, и вы все ее получите. Это я вам обещаю. Я всегда свои обещания сдерживаю. Кто-то со мной работал, люди знают, что я человек своего слова. Так. Как научиться торговаться? Так. Вам как научиться торговаться? Значит, Леми, чтобы торговаться, вам нужно поторговаться в первую очередь с собой. Понимаете? Вам нужно себе доказать, что вы хотите эти деньги. Вам нужно перед зеркалом поторговаться с собой. Сказать это себе 50 раз, 100 раз. Сказать себе ту сумму, которую вы хотите. Потому что люди торгуют только потому, что они чувствуют. Вы знаете, как собака чувствует, кого укусить. Вот так люди чувствуют, кому можно поторговаться. Вы понимаете? Вам не нужно быть жесткой. Вам нужно быть внутренне уверенной. Понимаете? Так. Андрей Клорий. Спасибо за отчет. Руками сегодня. А с руками? Сегодня давайте тогда, если вас заинтересовал этот вопрос, может, мы тогда еще сделаем, проведем сессию с Галиной, может, если она согласится, и я тогда покажу вам, что я делаю с руками. Это надо Галины спрашивать разрешение. Если вам интересно, я тогда покажу вам. Кстати, в этой программе очень много работы с руками, и прорыв большой проходил именно потому, что у людей шло вот это открытие понимания себя. Так что, если с руками вам интересно, давайте Галину попросим и сделаем, проведем сессию с руками. У меня очень много интересной информации. Вы знаете, что есть на руках зоны, которые с деньгами связаны, есть зоны с любовью связаны, есть связаны со страстью. Вообще очень на руках много-много информации, которые... И по длине пальцев, и по ширине пальцев, Андрей, много-много информации, поскольку это моя эриэкспертизы, я очень это люблю, и мы на эту тему еще поговорим. Поэтому мы с Галиной обсудим. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, вам это интересно, и мы проведем занятие по рукам. Так, а сегодня мы... Так, сейчас я смотрю. Так, значит, давайте я вам покажу одно упражнение. Значит, посмотрите на вашей руке, на средний палец. Вот у вас средний палец. Посмотрите на ваш средний палец. Вы видите, у нас на пальце есть три зоны. Верхняя зона, средняя и нижняя. Все видят? Вы все видите? Так, теперь ваша средняя зона, она связана с деньгами. Посмотрите на вашу среднюю зону. Какая она? Широкая, узкая, длинная, коротенькая, сжатая или широкая, толстенькая. Что вы видите? Нормальная мы определяем по отношению к другим зонам. То есть, так, широкая, толстенький узел, так, длинная, ровная, нормальная. Так, когда ваша зона узкая по сравнению с другими зонами, то это означает, что она узкая, но длинная. Это значит, что вы проводите долгое время, думая про деньги. Вот длинная и ровная. Вы долгое время проводите и думаете про деньги. Если она у вас широкая, но, опять же, вы не можете это мерить линейкой, вам нужно определить ширину по отношению к другим пальцам. То есть, когда вы смотрите на всю руку, то вы можете определить, она широкая или узкая, длинная или короткая. Вы понимаете? Так, две полоски, которые между ними, это ваше разделение зон, они не считаются. Значит, если вы проводите много времени, думая про деньги, то это часто связано с тем, что вам неудобно постоять за себя. Вы, ну, вы долгое время думаете про это. Понимаете? Но если все зоны одинаковые, так, вы имеете в виду только на этом пальце? Так, посмотрите вот на эту зону, вот она. Видите, средняя зона. Сейчас я возьму карандашик. Нет, нет, карандаша. Вот, вы смотрите на палец. Видите? Вот эта зона, вот она. Средний палец, средняя зона. Значит, она сужается кверху. А, так, у Елены она сужается кверху. Так, длиннее, чем на правой. Значит, левая рука, она, это рука, которая активируется с близкими людьми. А правая рука, это та рука, наша публичная рука, которую мы используем во внешнем мире. Значит, если у вас на правой руке эта зона толще, чем на левой, это значит, что ваше отношение к деньгам, ваше отношение, практичное отношение к деньгам, оно намного сильнее в мире бизнеса, на работе, чем когда вы касаетесь ваших личных отношений. То есть, наши руки, они дают нам очень много информации, потому что, если вы посмотрите, правая и левая рука, очень часто они выгибают по-другому. Посмотрите на свои руки и заметьте, заметьте разницу. Вы чувствуете, если они похожи на песочные часы? Так, перегиби пальца. Значит, если ваш палец средний вообще весь повернут, есть у вас у кого-то, у кого он прямо весь как скрюченный, скрюченный, не прямой, а скрюченный. Есть у вас у кого-то такая ситуация, когда средний палец весь... Так... Безымянный палец с узлом. Мы на узлы не смотрим. Безымянный палец – это на другое отвечает совершенно. Мы сейчас говорим про средний палец. Так. Если у человека этот средний палец свернут, вы знаете, он наклонен, весь в крючен, не прямой, то это показывает стресс с деньгами, с финансами, со структурой, потому что деньги требуют, деньги и бизнес требует структуры. Если у человека сложность поддерживать структуру, то он испытывает стресс. Наши пальцы показывают этот стресс. Они показывают, если у вас есть стресс, они его показывают. И верхняя зона искривлена. Так, повернута направо. Так, Андрей, если верхняя зона ваша искривлена, то это значит, что у вас присутствует элемент компульсивности. Вы знаете, вам... Вы любите, чтобы все было на своем месте. Вам нравится, чтобы все было так, как вы этого хотите. Так, ровненький. То есть самое интересное, это на картинках показывать, потому что когда я на руках, понимаете, когда картинки вы намного больше видите. Так что... Ровный, Галина, и больше, чем указательный. То есть это показывает, Галина, у вас очень сильное желание, чтобы все было четко. Вы понимаете? Чтобы все было четко. И четко, и вам нравится структура. Вы согласны со мной, Галина? Вам нравится, чтобы была структура. Вам нравится, чтобы... Ну вот, вижу, что когда большой палец, когда средний палец очень сильный, это значит, что у человека очень сильное ощущение желания, структуры. Ему надо, чтобы было все организовано. Если у него нет структуры, он чувствует себя потерян. Вы понимаете? А деньги – это структура. Деньги требуют порядок. Деньги требуют организации. Поэтому вот в этой программе я вас буду обучать, как это делать, чтобы вы поняли, что... Деньги требуют организованности, и они требуют того, чтобы вы поняли себя и поняли, как... Что внутри вами руководит, когда вы начинаете взаимодействовать с деньгами. Так. Вот, Фарид. Немножко искривление на правой руке. Значит, у вас есть стресс с деньгами. Если это на среднем пальце. Так. Значит, по поводу... Так, верхушка пальца еще немного повернута слегка. То же самое. То же самое. Элемент компульсивности. Леми. Верхушка, когда немножко повернута, это значит, что вы тоже любите, чтобы все было так, как вы хотите. Понимаете? То есть изучение рук, и ваших рук, и рук других людей, оно откроет вам новое понимание себя. Это абсолютно точно. Потому что наши руки, они являются, как бы, проекцией нашего мозга. Вы понимаете? Когда мы рождаемся в этот мир, наши руки и наш мозг, они формируются в одно и то же время. И все, что происходит у нас в голове, оно отражается на наших руках. Поэтому все эти линии, это пальцы, форма, это все является проекцией нашей личности. И кроме этого, мы имеем отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев никогда не меняются. Если наша рука меняется, то отпечатки пальцев никогда не меняются. И отпечатки пальцев показывают наше предназначение. То есть это совершенно другая тема, про которую я сегодня почти не говорила, и которая является моим, как говорится, очень искусством, которым я занимаюсь. Так что, если вас это интересует, напишите Галине, и мы проведем класс по поводу рук. И более подробно я вам расскажу, как это все устроено. Так что, договорились? Я смотрю, мы с вами почти два часа занимаемся. Очень приятно мне было с вами общаться. Мне очень нравится, какие вы все отзывчивые, как вы готовы к росту, как вам нравится информация, как вы все делали. Просто удовольствие получала. Огромное-огромное удовольствие. Так что, если вам это интересно, напишите. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Вопросы по поводу курса, по поводу программы. Пожалуйста, обращайтесь к Елене и к Галине, и мы все это проведем. А код денег, он связан с... Это, Валя, код денег – это и есть комбинация вашей личности, вашей ценности, вашего денежного зеркала. Это все вместе, оно является вашим кодом. Оно определяет ваши отношения к деньгам. Понимаете? Так что, я вас тоже благодарю за ваше время, за ваш интерес. И надеюсь, мы с вами встретимся. Спасибо. Спасибо всем. Всех благодарю. Медитацию все получат. Медитацию я дам ссылку Елене, она вам вышлит. Все получат медитацию, не переживайте. Я вас тоже люблю. Тоже люблю. Спасибо. До скорой встречи. Надя, огромное спасибо за выступление. Прекрасное, как всегда, выступление. Столько получили знаний. Такой позитивной, приятной энергии получили. Я думаю, что, уверена, что много кого заинтересовало, заинтересовали эти знания и возможность освоить все это, и возможность поработать со своими, как сказать, я не хочу называть слово проблемами, задачами, так назовем, которые нам нужно решить. Да? Да. Так, по медитации, Галина, я вам медитацию дам ссылку, и вы всем разошлете. Да, завтра утром, когда будем делать разошлку. Я сегодня вышлю вам. Я вам вышлю сегодня эту ссылку, чтобы все знали, что я свои обещания обоживаю. Да, по-нашему, сегодня. По-нашему, сегодня. Просто мы обычно делаем рассылку где-то в 11 утра по московскому времени, рассылку с записью. Я вам сегодня дам. Я вам сегодня дам. И мы заброшу ссылку, так что все будет там. Да, и туда же включу, включим эту медитацию. А те, кто у нас состоят в группах «Успех и процветание», это группа в Скайпе, ВКонтакте и на Фейсбуке. Я сразу же, как только Надя мне даст, я сразу же ее туда выставлю. У Григория сразу пошли результаты, да? Надя, вы еще хотите что-то сказать? Я что-то как-то так резко ворвалась. Я просто очень-очень рада, очень приятно мне было выступать. Я чувствую очень хорошие вибрации, я чувствую людям действительно это важно, интересно. Мне это тоже очень-очень приятно, что давать то, что люди отзываются. Да, у меня такие слушатели. Очень хорошие. Очень мне понравились ваши слушатели. Отзывчивые, да? Да. Согласна. Когда воду выпить? Прямо сейчас. Сейчас. Ну, я просто говорю про воду. Во-первых, во время получения таких знаний полезно пить воду или энергетические практики, потому что вода-то заряжается, вы же знаете, у нас даже проводили вебинар на эту тему. Поэтому вода у вас сейчас заряжена информацией полезной и прекрасной энергетикой надежды. прекрасной энергетикой надежды. Поэтому вы можете как раз ее выпить и зарядиться. Волшебство. Я вот сейчас тоже выпью. Так. Зарядили себя и воду. Верно, верно. Друзья, кто собрался... Так, я хотела сказать, идти на клуб, наверное, это, наверное, будет неправильное выражение. Изучить эти занятия. Кто хочет с нами заниматься. Учиться в клубе мастерства. Вот так сказать. Вот сегодня как раз... Сколько длится это предложение? Так, два дня. Ну, около трех суток получается. Что блок, который касается именно финансов, стоит всего 60 долларов по курсу. Но оплата идет через глупор. Там вы будете рублями платить. То есть будет... Вам предложено платить рублями по курсу на тот момент, когда вы платите. Поэтому не волнуйтесь. Да. Рубль, кстати, немножко упал. Я посмотрела. На два или три доллара. Бассейн зарядить. Что? Григорий хочет бассейн зарядить. Да, надо было компьютер вынести к бассейну и пусть вода в бассейне бы заряжалась. Где-то у вас там бассейн, Григорий. Да, можно в следующий раз бассейн зарядить. Для воды-то сколько? Какая разница, стакан вы заряжаете или сразу океан? Так же, как для энергии, нет разницы. Нету, нету, да. В общем, я смотрю, ни у кого вопросов нету. Так что я со всеми прощаюсь. Какие вопросы есть? Чисто может быть технически или даже по клубу, или вот по рукам, по деньгам. Но я смотрю, все вопросы ответили. Никто нет, никого вопросов не оставлю. Ну, значит, так все прекрасно осветило. А я вот у меня вопрос. Я, видимо, прослушала, меня тут отвлекали. Если вот эта серединка на среднем пальце не длинная, а короткая и широкая. Это значит, что вы очень к деньгам относитесь аккуратно, накопительно. Может, она не короткая, нормальная, широкая просто. Широкая – это значит, что деньги очень важны для вас. Деньги важны, потому что у людей некоторых у них нет никаких отношений с деньгами. Они просто как относятся к ним, как к воде. То есть они тяжело им накопить. У них средняя часть очень утонченная. То есть они не привязаны к деньгам. Когда у человека эта часть солидная, она показывает практичные отношения к деньгам. Хорошо. По рукам с фотографиями. Ну, вот, Андрей, вот с этим вы в клубе как раз и познакомитесь. И первые 25 человек, кто купит, я правильно, Надя, говорю? Да, да, да. И получите свою тоже одна. Да, получите первые 25 человек, которые сделают заказ и оплатят, получат свой анализ по фотографии. Это, извините меня, Андрей, уже работа. Хорошо. Вот поэтому приобретайте и получите, вычлите свою фотографию и надежда сделает вам анализ вашей руки, ваших рук. Руки, рук, не знаю. Нужно сразу правое и левое, да? Окей. Ну, в общем, Галина, если как, мы с вами свяжемся тогда. Я? Угу. Конечно. Я тогда сейчас уже такие технические вопросы объясню, скажу, что здесь оплата принимается автоматически, в отличие от моих систем. Так что как раз вопросов не возникнет. Способов оплат полно. Популярные, такие как Яндекс, Виза, можете карточкой, Киви, через терминалы оплачивать, переводы какие-то, Манигрэм, Юнистрим, связной, лидер и так далее. Банковскими карточками можете оплачивать, Ликпэй или просто Виза, Мастеркард. Электронные деньги, еще Perfect Money добавляют все, Privat, И сотовые операторы, через сотовые телефоны тоже. И Билайн, МТС, Мегафон, Теледва, и платеж телефонов. Если вам достаточно этого, если вам нужен Privat, скажем, или PayPal, или вы живете в Белоруссии, или в Балтике, и у вас вот эти, у кого-то они могут подходить, у кого-то нет, пишите на мой Skype, и я вам предложу другие способы для оплаты. Калина, я вас обнимаю, спасибо еще раз, и до скорой встречи. Спасибо, спасибо, Надежда, еще раз за прекрасное выступление, хорошего дня. Вам также. Спасибо. Так, Казахстан. А, Григорий, вы в Казахстане живете? А, по-моему, вы в Эстонии. Я косновидящий, я вижу, что вы в Эстонии живете. Спасибо. Казахстан высылает, в принципе, сколько не оплачивали, никого не было проблем. Я просто сейчас думаю, как же мне их оплачивали. По-моему, из Казахстана можно на... А, тут Сбербанка еще нет. Да, Сбербанка здесь нет. Ну, вы можете через Монегрэм, наверное, послать. Сейчас я проверю, электронные деньги. Яндекс.Киви. По-моему, есть еще такая система, Монегрэм, Вестер Юнион можете использовать из Казахстана. Есть такая система еще, Калибри, через нее посылайте на Сбербанк в Россию. Ага, да, при вас здесь, смотрю, есть. А, и Сбербанк есть. Банк-постой карты. Ну, тут все есть. Сбербанк онлайн, просто Сбербанк и связной, и Альфа-клик. Посмотрите, которая система вам подходит. То, что с Казахстана, по-моему, без проблем обычно посылают. Но я просто сейчас не могу вспомнить, какая система. А вам нравится Казахстан? Мне тоже нравится, я там бывала неоднократно. Так, значит, теперь по поводу самого клуба мастерства. Значит, смотрите, как там проходят занятия. Когда вы оплачиваете, вы получаете ссылку на скачивание первого модуля или первого задания. Через две недели. В течение этой недели вы выполняете. В принципе, задание несложное. Просто нужно время, немножко там минут, не знаю, 5-10 дней потратить, чтобы каждый день что-то делать. Из тех заданий, что дает надежда. Может побольше, может получше. Я сейчас точно не помню. Уже. Опять же, смотря что. То есть, мы разное задание по-разному. Вот. И. То есть, чтобы за эти две недели уже то, что вы изучили, оно уже зашло на уровень вашего подсознания и стало уже вашим. То есть, это будет один шажочек. Через две недели получается следующее задание. Дальше выполняете. Вот и следующий шажок. Шажок и так далее. И таким образом вы проработаете как раз ваше отношение с деньгами. Не всегда, видимо, удачные. Вот на странице, которую мы сбросили, очень много отзывов людей. К Наде обращаются люди на самом деле с всего земного шара. Если вы посмотрите, отзывы из разных стран, из разных точек. Потому что она прекрасно говорит как на русском, так и на английском языке. Поэтому она работает с людьми совершенно из разных точек нашего земного шара. Вот. В этой программе есть пять шагов активации кода. Ну, мы сегодня предлагаем активацию кода один за другим. Активация кода финансов. Вот. И вот пока вы эти будете делать шаги, как раз за это время, если вы будете, конечно, все правильно выполнять, а там, в принципе, ничего сложного нет, все очень просто, у вас изменятся ваши отношения. Честно сказать, иногда мне уже немножко я устаю слушать от того, что говорят. Вот, купила бы тренинг, но денег нет, денег нет, денег нет. Ну, друзья, столько святых предложений. Вот, пожалуйста, одно из прекрасных предложений, потому что одно дело, когда мы в общем, в общем что-то проходим, и другое дело, когда каждый работает именно сам с собой. почитайте отзывы, вот как пишет Алена Климова. Вы мне подарили веру в себя, занятия в клубе помогли мне загниться на многие вещи другими глазами, все занятия были жизненно необходимы, потому что на самом деле вы живете, какие-то вещи не знаете, начинаете изучать, и думаете, боже мой, как же я столько лет прожила без вот этого знания, вот оно, то, что я искала. Это вот как раз про этот клуб мастерства надежды. Самое важное, это то, что я поняла, куда мне нужно двигаться, и как изменить свою жизнь. Я стала более терпима к людям. Вы подарили мне надежду, что жизнь свою можно еще изменить, изменить не так, как я хочу. Знятия проходили интересно, на одном дыхании, именно то, что я хотела бы услышать. Спасибо вам, вы прекрасная, мудрая, добрая женщина, женщина солнца, которая готова дарить свой свет всем людям. Вот я полностью присоединяюсь, к этому высказыванию Алены. Общаясь с дальнейшим с одеждой, вы увидите, насколько это действительно прекрасная, мудрая, добрая женщина солнца. И вот она с большим одушевлением готова всем помочь и нести свет людям. Вот даже вот Бернард Хиллер. Он писал, моя работа с Надей привела к созданию моей новой книги бестселлера. Прекратите играть, начните жить, которая сейчас продается по всей Европе, как одна из самых популярных книг по актерскому мастерству. Ведущий голливудский пример, преподаватель актерского мастерства и тренер успеха. Обычно мы думаем, что да, там, в Голливуде, конечно, люди невероятно богатые, они могут оплачивать каких-то там очень талантливых и, как сказать, специалистов, которые на самом деле могут помочь. А вот, пожалуйста, перед вами как раз такой специалист, который на самом деле может вам помочь, к которым обращаются даже люди из Голливуда. И, смотрите, это редкий случай такой, когда каждый из вас может не обратиться. Разница лишь в том, что люди, которые туда попали уже, они понимали, что это то, что работает, обращались и все делали. В результате они достигли этих высот. У вас сейчас есть такой же шанс приобрести эти занятия или мастерства надежды и начать работать под ее руководством мудрым. И вы тоже достигаете своих результатов в том пути, по которому вы идете. Может быть, и совсем удачно, может быть, вообще не получается. Ну, как раз это то, что вам нужно. Спасибо. Спасибо. Почему Эстония, Григорий? Потому что я вижу, что ваш компьютер находится в Эстонии. все очень просто. Я пошутила, сказав, что я настолько ясновидящая, что вижу, где вы находитесь. Ну, слушайте, Григорий, вы, может, вечно будете выравнивать. А вот для вас сегодня шанс такой. Понимаете, иногда нужно сделать какой-то прорыв шаг. И тогда у вас все получится. Иногда нужно сделать вот этот шаг. Я нахожусь в Нью-Йорке, да, мне часто многие спрашивают, как так оказалось в Америке. Вот я как раз делала этот шаг. Когда у меня были финансовые большие очень проблемы, я занималась бизнесом, вот, и когда я поняла, что я никогда не смогу рассчитаться с этими долгами, и я никогда не смогу встать на ноги. Я просто решила уехать туда, куда я могу заработать деньги. У меня своих денег вообще не было и вот когда я приняла решение, у меня вдруг они на меня может свалились. То есть продалась там, ну, в общем, освободилась, сводилась от домик, который был на меня, на мне, и я его просто очень быстро продала, тоже так разыгралась, как по нотам, потому что я приняла решение, что я хочу, деньги появились, и все, и я оказалась в Америке. Сейчас денег, честно скажу, заняла, чтобы уехать. Я себе не сделала толчака, сидела бы, ждала, когда там где-то что-то у меня выровняется. Не знаю, где бы я сейчас была. Ну, там ситуация была бы сложная. Зачем грабить? Когда вы внутри себя примете решение, что вы это хотите делать, у вас все получится, поверьте мне. Адна, Григорий. Так, ну что, какие-то еще вопросы есть? Многие очень большая страница, красиво оформленная, поэтому тут много что надо прочитать. Прочитайте все внимательно, у вас есть время. Смотрите, вы можете приобрести полностью весь клуб. Потеряла где-то сколько это стоит. А тут по модулям расписано. Создание магических риталов находит к вашему успеху. Угу. Если вы хотите приобрести программу полностью, то в течение вот этих трех дней вы можете приобрести ее за 127 долларов. Но если вы хотите только по финансам, приобрести только финансовый блок, то это видите 60 долларов стоит. И первые 25 из тех, кто приобретает, вы получаете еще подарок, возможность прислать фотографию своей руки. Надя она скажет как это сделать технически, ничего сложного. И она уже даст вам анализ именно вашей руки. И даст тоже свои советы на что вам нужно делать. Вот значит вот Елена сбросила все ссылки, чтобы получить запись регистрируйтесь на странице приглашения, либо добавляйтесь в наши группы успехи процветания это группа в скайпе, группа в контакте, группа в фейсбуке, тут все ссылки есть. Скайп мой, скайп Елена почта запись ссылается в районе единичных по Москве и там же будет ссылана медитация. Мы с Надеждой приглашаем вас в клуб Мастерства Надежды Тумас финансовый блок Мастерства денег на пути к вашему успеху. И я знаю, что те, кто проходил в прошлом году в полном объеме этот клуб у них сейчас ну все прекрасно. Они сейчас ходят в другие места. Уже на такие вебинары они просто не приходят. Потому что там уже люди живут на другом уровне. Поэтому подумайте, у вас есть время трое суток. Ссылки вам всем высланы вместе с записью. И вам останется только принять решение. Удите ли вы будете стать успешным? Переходите в этот клуб. Если вам надо еще подождать, ну еще подождите. просит саму расисоться. Так, если ко мне вопросов нет, я буду с вами прощаться. Благодарю вас, что вы были с нами сегодня. Благодарю за активность. Вот почему-то с Надеждой активно разговариваете, а со мной вообще почти никто не разговаривает. Что это такое? Да. Шучу я, конечно. Что ж, тогда благодарю вас всех, что вы были с нами. Желаю всем спокойной ночи, прекрасного вечера, у кого еще вечер, и до встречи в эфире завтра, в то же время, что и сегодня. Субтитры субтитры и до сих субтитры субтитры в тих